Добрый день! В эфире Ирявунг Ти Ви. У нас в гостях бывший директор Музея Института Геноцита, доктор исторических наук Хайкану Шаванович Те Моян. Добрый день, Хайкану Шаванович! Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение. Хайкану Шаванович, в связи с геополитическими изменениями, на Ваш взгляд, насколько изменилась роль Армении в этих всех процессах и местах в том числе? Геополитические пертурбации, которые бушевали за последние 4-5 месяцев, они и уникальны, и впечатляют не в хорошем смысле, конечно, для нас. Потому что экстерном, это можно так назвать, экстерном, как поменяли всю геополитическую конфигурацию под умолчание, условно говоря, мирового сообщества, и используя пандемию, это явно видно, что все это было задумано, продумано и запланировано, чтобы провести такую широкомасштабную операцию, геополитическую операцию по изменению всей конфигурации региона. Именно была использована ситуация, ситуация с пандемией была использована для этих целей, потому что многие государства были закрыты, многим не до дел было. То, что случилось в октябре-ноябре прошлого года, это содержит в себе много вызовов. Много вызовов. Мы до сих пор не можем сказать, какие еще будут горячие этапы этих изменений. Если сравнить это с природным явлением, это равносильно сильному землетрясению, после чего случаются авторшоки, то есть толчки. Я не говорю, что Аль-Хам Алим там заявляет или браться это оружием о новой войне, о Зангизуре, Южной Армении, о прямой связи с Нахачеванием и Турцией. Но таким образом расшатать статус-кво сложившейся реалии, конечно, это большое землетрясение. И будем надеяться, что эти авторшоки не будут иметь такие колоссальные и печальные последствия для безопасности Армении, как это имело место в прошлом году. Но вместе с тем, когда мы констатируем это, мы должны даже задаваться вопросом, а правильно ли мы поступили, а правильно ли была наша позиция, а не было ли преднамерения, преднамеренного соучастия в этих делах армянского элемента. Это страшный вопрос, для меня тоже страшный, потому что многие элементы официальной ритолики армянских властей указывают на то, что была прямая связь и заранее было известно сценарий, чем это обернется, чем это закончится. А можно ли констатировать тот факт, что звучащие из Еревана призывы к налаживанию отношений с Турцией, они отрицательно влияют на международный процесс признания геноцида? Вы знаете, здесь зерна от плевен, от артилистов, или есть другое выражение, котлеты отдельно, мухи отдельно. Во-первых, о турецко-армянских отношениях. Насколько в Ереване старался за последние 25 лет с лишним наладить двусторонние отношения без всяких третьих сторон, это не получилось. Это не получилось с период Леонда Петрусиана, Роберта Кучиана, сэр Саркесиана. Провалились также протоколы, хотя был шанс, но заранее уже было известно, что шансы были невелики, что Турция так или иначе не оставит своего союзника на Кавказе один на один и не наладить это отношение без всяких ссылок на карабахский вопрос, как и ожидалось. В плане признания геноцида, я, будучи еще директором музея-института, говорю, что признание геноцида иногда происходит инерционно, автоматично. То есть это процесс, на который мы иногда не влияем. То есть это сам по себе превратился в некий инструмент надавливания на Турцию на определенный этап. Это эмоционально-имиджевое давление. Назовем вещи своими именами, потому что представьте, что завтра, если Байден даже скажет слово геноцид, никто не затребует арбитражное решение Будру Уильсона, не будет ссылаться на это, и не будет от своего союзника, верного союзника, 70 лет в союзнических отношениях США и Турция. И не будет требовать, чтобы отвезти войска за, скажем, южнее Эрзурума Ивана и передать территорию реальной Армении. И неважно, там арбитражное решение это действует или не действует, действительно, легитимно или нет. Вот поэтому в наших кругах есть люди, занимаются шапкозакидательством, вот, смотрите, вот правильное, ну все, все правильно, да. С юридической точки, с исторической точки, но где-то реальность, почему отсутствует реальное восприятие реалии. Вы понимаете, когда говоришь о будущей краинцах Армении, ссылаются на Будру Уильсона, никто не хочет понять, что эта самая Турция с 52-го года верный союзник США, является членом НАТО, понимаете. Здесь история заканчивается, здесь начинается реальная политика. Поэтому мы иногда вот запутываемся, да, в этих джунглях. Признание геноцида налаживает какое-то отношение, страдает вот это признание. Ну вот Сенат США, ПАД представителей и Конгресс, как в экстренном порядке, два года назад приняли официально геноцид. Ну и что? Ну ничего. Ничего. Вот Байден, если признает и скажет слово «геноцид», это не из-за того, что был геноцид, или не из-за того, чтобы армяне там порадовались, да, или турки опечалились. Это из-за того, что в американской политике есть определенная повестка. Если Турция покупает оружие у России, есть какие-то элементы сотрудничества даже в военной сфере и в военном деле тоже, в смысле война, как мы видели на примере Карабаха, то этим самым США даст просто сигнал своему сооружнику, где надо остановиться. Не послушает Турция, после прозвучания слова «геноцид» будут привлечены другие инструменты, не связанные с нами, не связанные с армянской темой. То есть это очень большая политика, где крутятся очень большие деньги и очень большие интересы сталкиваются. Поэтому наше дело реально оценивать наши возможности и наши геополитические возможности, потенциал наш, который сейчас в дребезгах просто, и как государство, девальвированные все государственные институты, не говоря уже о диаспоре и отношении между диаспорой и Армени. Понятное дело, почему закрыли Министерство диаспоры, хотя это, конечно, не повлияло бы, по большому счету, на запланированный уже сценарий, но понятное дело, что искусственно сейчас мы видим, форсируются некие сердечные отношения между Арменией и Турцией. Вот это провалилось, это не провалилось. И это проходит тектонические линии соприкосновения от геополитических платов, происходит через Тетернакоберт. Ваш покорный суга сам на своей шкуре, как говорится, почувствовал еще три года назад, что планируется и почему вот так диким образом решили изолировать меня от музея, потому что риторика, которую я использую, это научная риторика, академическая риторика, это не призыв к ненависти туркам, да, у меня строгая риторика. В музее вы не найдете никакую ссылку там ненависти или языка ненависти туркам. А такое, кстати, для публичного объяснения как раз необходимо. Но когда ты говоришь четко выверенные тексты, риторика у тебя несложная, и ты говоришь по существу, это мешает общему процессу. Надо там применять какие-то простаческие формулировки. И поэтому руками вот этих, условно говоря, новых властей решили разделаться сперва один из первых, скажем так, Ейкропа, потом Цицерна Кабер, потому что заранее уже код действия был приопределен уже в 2018 году. Куда и каким образом идти? В связи с этим вот у меня возник вопрос. Вчера нынешний директор института геноцида, Арутин Марутиан, заявил, что попыток изменить политику музея геноцида не было. Вы с этим согласны? Ну, что означает политика изменения музея геноцида? Ну, вот именно в контексте того, что там... Как, где мне говорят, яйца. Как он появился там? Вот это очень страшно интересно, да? Во-первых, он появился там после второго захода, скажем так, в 2017 году. Гнусным образом он, секретно даже сказать, полусекретно подал свою кандидатуру на официальное объявление на конкурс, на место директора, на позицию директора музея института геноцида, тогда еще действующего системы Академии наук. Я собирался уходить, об этом тоже предупредил. Но вот последний момент я решил, потому что там была секретная операция, коррупционная, со стороны Национальной Академии наук. Они хотели, использовав другого человека, скажем так, с уничтуда, а ути, ну, можете. Я разузнал за день до подачи, последний день до подачи заявки. Я говорю, секретный материал был, эксклюзивный. Я когда подал заявку, конкурс не состоялся. Понимаете? Потому что они хотели, используя одного кандидата, одного кандидата, с уничтуда, а ути, ну, можете. Они подождали, когда я уехал в США. Все, мой срок истек. И уже, а ути, ну, после второго захода там появляется подреволюционный фанфар. Да? Ну, каким образом? Вот вопрос, ворча поеду. Каким образом был составлен список попечителей? Потому что музей из одного статуса превратился в другую, в фонд. От некоммерческого учреждения превратился в фонд в 2018 году. И вот, премьер-министр подписывает под списком совета попечителей вопрос, почему вот там нет бывшего директора, который вот если это поработал, сделал этот музей, поднял этот вопрос на международную, его не приглашают в советники, не предлагают докторы исторических наук, специалисты по геноциду, заведовать каким-то отделом, потому что там аспирантов надо еще готовить, полная изоляция. То есть это политика, это реальная политика, когда тебя не включают попечительский совет, символическое место, не глава, не решающий человек, скажем, президент попечительского совета, а просто член. И это уже первый этап. Ауэльцин Мауэльцин, он не специалист по событиям, которые имели место сто лет назад. Это я процитировал его слова в интервью греческому СМИ. То есть человек говорит, что я не специалист по событиям столетней давности, тогда вопрос встает, да, саму Варчапету и члену попечительского совета. Кому вы выбрали? Это тоже подал, потому что это не входило я испортил все их карты, расстановку карты. То есть не будет Демояна, сразу Ауэльцин Мауэльцин станет директором. Но когда я подал свою заявку, они пришли в замещательство, потому что доктор Исаевич Игнау, который сделал в музее, и там этнограф, который абсолютно ничего не понимает в геноциде. Но решили, один из голосов подали, Ауэльцин Мауэльцин, два голоса мне. Понимаете, вот абсурд, вот театр абсурда. Вот это коррупция. Но там, кроме вот политической подоплеки, Ауэльцин Мауэльцин это человек, я грубое слово использую, бесхребетный просто. Он исполнитель. Что говорят, он и делает. А то, что он этнограф, говорит, что я специалист по памяти, понимаете, это прискорбно. Потому что музей, институт геноциде это стратегический объект. Стратегический объект не культурного только значения, а значения безопасности. А моя риторика всегда звучала так. Вопрос геноцида это элемент, это интегральная часть всеобщей безопасности армянского народа. Вопрос геноцида это не исторический вопрос. Это вопрос безопасности, чтобы предотвратить повторение против народа, против государства. У Ауэльцина Мауэльцина нет этого риторика, потому что он не специалист, он не знает, как преподнести это обществу, каким образом разговаривать. Да, может себе написать предисловие, издать какую-то книжку, сделать маленькую экспозицию, временную, радоваться. Это политика. Но с другой стороны, вопрос тоже встает АК-11 членам попечительского совета. Вот вы выбрали человека, который признается, что он не специалист по геноциду, по словам, по событиям солидной давности. Вот кого вы выбрали? Вы понимаете свою вину, да, или даете себе отчет, в каких играх вы нашли свою роль? То есть вас просто использовали или вы были согласны с тем, чтобы вас использовали? Но кроме этого, есть еще и там меркантильная, очень интересная деталь. Ауэльцина Мауэльцина специально еще в 17-м году, тогда еще не было революции, в 17-м году как всячески старались туда сунуть и превратить в директора музея-института геноцида армян, потому что там был вопрос больших денег. Деньги, которые были сэкономлены на работе по организации постоянной, новой, постоянной экспозиции геноцида армян, они были сэкономлены. Знаете почему? Потому что я единолично принял решение вместе со своей женой, она дизайнер, мы работали денно и нощно. И в 2014-м году, за 6 месяцев до инаугурации, до окончания работы, 21-го апреля, вчера как раз исполнилось 6 лет, 2015-го года, я заявил официально и СМИ тоже, что я, исходя из понимания, что я не хочу сделать себе и карьеру, и устроить свою жизнь, и воспользоваться ситуацией, что это столетие, я могу законно заработать большие деньги со своей женой, мы официально отказались от денег. То есть мы пошли на некую жертву, и это была дань памяти жертвам геноцида, дань памяти тем, которые пережили все эти ужасы. И знаете, после такого объявления мне по головке никто и не дотронулся, и сказав, что молодец, вот такой патриот, понимаете, у меня жизнь ухудшилась после этого, потому что прозвучала угроза напрямую. Оказалось потом, что была схема за как заработать деньги на столетнюю годовщину, понимаете, на очень высоких местах. Вот так я поплатился, так сказать, за такое решение. Вопрос не связан с этими, условно говоря, новыми. А у истоки исходят очень глубоко, потому что 820 тысяч долларов до сих пор невозможно найти, куда они испарились. А Рутюн Мауэльцян это кандидатуру, которую ссунули Цицияна Коберт, чтобы он об этом умалчивал. Не получилось, Хайк Дэмуэн разузнал, даже написал официальное письмо соответствующие органы, где деньги, я не получил ответа. А Рутюн Мауэльцян сейчас новая задача, каким-то образом объяснить, почему музей лишился 80 тысяч долларов дополнительных, которые он, он сам мог получить от процентов этой суммы. Когда я уехал в США, счет закрыли, заплатив штраф, и нет денег. Понимаете, это те деньги, которые были сэкономлены благодаря мне, моему решению и моей жены. Мы отказались от денег, когда мы делали постоянную экспозицию геноцидерную. Вы также заявляли, что в 2007 году из института пропали некоторые важные документы, и что у вас есть факты, что их украли тогдашние аспиранты. это нынешний председатель парламента Арарат Мирзуян и депутат Владимир Вартанян. Какое развитие получило ваше заявление? Во-первых, я не так сказал. Здесь надо быть аккуратным, чтобы не сделать мое заявление уязвим. Сухие факты. И это нам поможет, чтобы никто ни вас, ни мне не обвинил в подтасовке фактов. Когда я стал в 2006 году директором Музея Института Геннадзида Армян, сразу выяснилось, что из фондов во время ремонта 2004 года были утеряны 17 очень ценных книг. Ценных по цене, то есть по стоимости коммерческой. И ценность, потому что они были униками. Это 18 век, это и 19 век. Очень редкие издания на армянском. И когда бывшая дирекция отказалась, от процесса приема-сдачи, что мог сделать новый директор, потому что он не может принять такие фонды с отсутствующими артефактами музейными. Я, естественно, написал письмо, было, составилось уголовное дело, возбуждено уголовное дело, были следственные мероприятия, тогда еще я не знал, кто такой Арадмир Зуян, кто такой Владимир Вартанин. Я даже не знал, что их вызвали на допрос. В смысле, как свидетели, но подозреваемых тоже. Потому что кто-то сказал, что в этом помещении, мне сам бывший директор сказал, что виновники кражи это аспиранты. Но я не могу ввести на слово, скажем так, условно, потому что есть презумпция невиновности. Аспиранты были Арадмир Зуян, спикер нынешний, и Владимир Вартанин, председатель постоянной комиссии государственного права вопроса. Я об этом узнаю позже, что их вызвали на допрос. Я не знаю, сыграла это некую роль, когда условно говорить новый сам Арадмир Зуян так обращались со мной после возвращения в США. Кстати, у меня не было никаких желаний и планов заново подать и стать директором. Я объявил единственный случай, когда я подал заявку, это когда разузнал, каким образом, гнусным образом Национальный Академий наук президент, выйти президент, подтасовкой занимались тогда, подключая к этому и директор музея института, музея истории. Да, и это было страшно, об этом знают музеи, все детали знают все работники, можете их спрашивать, многие будут молчать, бояться, но я-то знаю, я знаю по деталям. И последнее, я свободен, я свободный человек, я свободен, когда вызываю аудиторию, и главного консультанта, и попечителя Аутюна Маутияна, Грануш Харатян, это благодаря ее усилиям все было организовано, подтасовано, коррупционная вот эта схема по выборам, я их неоднократно вызвал на словесную дуэль, если он говоря, самый честный спор, это когда есть включенные видеокамеры, и есть аудитория, я готов ответить, я объявил, что я готов ответить на все вопросы, на все вопросы обоих оппонентов, но с условием, что они ответят и на мои все вопросы, трижды я получил отказ, понятно, да, почему, слишком много там проблематичных моментов, условно, мягко говорят, для них, а то, что я свободен в раскрытии их в любом режиме и в любое время, об этом не сомневайтесь. Вы также приглашали на научную дискуссию депутатов, историков из фракции МОЧИ, или от них какой-то ответ? Никаких, знаете, я это не рассматриваю как неуважение к моей персоне, я знаю, какому адресату какие вопросы задавать, но задавят вопрос, была маленькая надежда, что кто-то откликнется. Молчание это неуважение, не признак неуважения к моей персоне, молчание это многословное, скажем так, звучит как тавтология, но молчание ягнят очень-очень многословно в данном случае, потому что а что им сказать? они отлично блестяще знают, какие вопросы я буду задавать, но знают также, что могут быть еще такие моменты, о которых они не знают, и это совершенно верно, и об этих деталях у меня будут совершенно четкие факты. Вот эта боязнь меня тоже пугает, потому что этим людям сотни тысяч наших соотечественников доверили управление государством. Вот это страшно. Ну вот сейчас возвращаясь к вопросу признания со стороны США геноцида, вы уже коснулись этой темы, но известно, что со стороны группы историков направлено письмо Джо Байдену с напоминанием о том, что он обещал признать геноцид. Насколько вероятно, что в этом году это произойдет, и все-таки на практике реально, что это даст армянам? Я уже ответил на практике, что это даст, абсолютно ничего не даст, если, конечно, нас не включат в некие большие схемы, если одна супердержава решила поступить таким образом, или есть какое-то негласное соглашение между основными игроками. Это что касается последней части вопроса, а первая часть была связана напомните, что историки направили письмо. Это, конечно, смешно, потому что за 10 лет сколько письм я могу написать и президентам, скажем, Обаме, Бушу, но это не имеет значения, понимаете, если Артем Артем, Артем, человек, который нанес колоссальный вред имиджу стратегического института музея геноцида армян, колоссальный удар по имиджу, своим бездарным поведением, бездарными заявлениями и коррупционными действиями. Пишет письмо Джо Байдену. Вот страна и страшно снала за Джо Байдена. Мне пишет этнограф Аутюн Маутиан говорит о геноциде. Это человек, который 44 дня умалчивал во время войны, понимаете, когда шел геноцид, это война геноцидальная. И когда ему репортеры говорят, почему вы молчали, почему вы молчали, 44 дня война шла, он говорит, что война это политический вопрос, я этим не хочу связаться. И теперь он пишет политическое письмо. А кто такой Джо Байден? Это политический деятель. Вот ученый, аутюн Маутиан уже пишет письма. Ну непонятно, что он хочет прошлогодние все эти водовороты, которые он устроил вокруг музея, он хочет этим очиститься. Смотрите, наш историк-этнограф пишет никому иначе, а Джо Байден напрямую. Раскрой секрет, что это за письмо. И я не знаю, кто там историки. Я вот одно это письмо знаю. Может быть, это пресловутое письмо, о котором не знаем. Написана группа историков. Ученые доказали, что кофе полезно, а другая часть ученых доказала, что кофе не полезно. Из этой серии. Если это инициировано заранее, у меня есть интуиция, что кто-то нашептал Артюну Маутияна, что надо так поступить, потому что действия будут развиваться таким образом. Ну вот как в 18-м году устроили вот эту сумасшедшую, так сказать, условную революцию, бархатную, тоже условную, я тогда еще заявил, что это аукница в Карабахе, не только я, многие понимающие люди поняли, что это за сценарий и как это инсценировано, да, эта технология. Ну вот там писал Аутюм Аутюм, неспроста он пишет, ему говорят, что действия должны развиваться таким образом, поэтому пишут, появляются группы историков, появляются группы историков, это страшно, люди без лица, что ли, без идентичности, а где подписанты, группы историков, это не оторавец, они должны подписаться, что люди читали, кто эти историки, как говорит классик, какой потерпевший, куда он пошел и почему написал, да. И возвращаясь опять к вопросу признания геноцида, почему Армения до сих пор не обратилась в Международный суд ООН в Кааге по вопросу геноцида? А у Армении есть ресурсы на это? В финансовой? Нет. Ресурс геополитический. Надо быть реалистами, надо знать с кем ты хочешь идти на конфронтацию и не важно там это справедливость, какие-то вопросы об исторической справедливости, режим реального времени, это очень важно. Насколько мы можем удержаться, насколько мы можем обеспечить безопасность Армении, а остальное уже стараются второстепенным и третьестепенным. Создавать новые вызовы для государства из ничего, от которого Армения ничего не получает, этого не стоит делать. Это сухой расчет геополитической реальной политики. Когда у Армении будет ядерное оружие, скажем, 22 головок, тогда не только можно писать письма и челобитные, а напрямую с Турцией другим языком можно разговаривать. понимаете, вот это ресурс. Ну вот потомки тех, кто пережил геноциды, кто подвергся геноциду, они имеют какие-то права? Конечно имеют, но эти права должны быть защищены государством, государством, которое реально является государством, а не квази-государством, которое сейчас превратились мы. Это государство не может быть гарантом ничего. даже моей и вашей собственной индивидуальной безопасности мы должны опасаться. Потому что те заявления, которые, знаете, когда вот Макунс говорит, что если война будет, Турция не примет участие. А когда война случилась и Турция приняла участие, мы можем думать о своей безопасности, что она очень-очень уязвима? Конечно. Логически да. Вот поэтому создавать новый вызов и на этом этапе, я думаю, что не стоит. Да, это пост-столетняя эпоха геноцида, когда будет спад некий, но возрастание и новая волна и международного признания, и восстановление всех прав и последствий геноцида, устранения последствий геноцида на всех уровнях, на всех уровнях, на государственном и на индивидуальном. Мы вправе это всегда держать у нас в кейсе, но не в сейфе, потому что сейф это надо много раз открыть, много замков, а кейс это когда сразу снимаешь и ставишь на стол, поэтому я не говорю, что должны закрыть эту тему, это всегда должно быть дамокливым мечом над головой Турции, и чтобы вот эта риторика, которую они пользуют, воспользовавшись итогом войны прошлогодней. Это, конечно, страшно было видеть такое развитие сценарий, но я реалист, я до того, как адресовать свое обвинение Турции Азербайджану, в первую очередь смотрю внутрь, а что мы надели, правильно ли поступили, а это вопрос уже не риторический. Через несколько дней, 27 апреля, исполняется столетие провозглашения Республики Горная Армения, и сейчас юг Армении, как и сто лет назад, мы видим, находится в опасности. Можете ли провести параллели с исторической точки зрения, что тогда происходило, и что сейчас, есть ли что-то общее между этими процессами? Общее то, что вот есть некая геополитическая конфигурация, которая заинтересована в прорублении окна между пантеркистскими окнами, вот этот коридор, который мы досягаем, со стороны нахочеваний собственно Азербайджана, сейчас делаются попытки нахождения общих моментов, как сейчас принято в геополитической риторике говорить, сотрудничество в конфликте, как это видно в Ливии, в Сирии, и каким-то образом создавая некую тревожную обстановку внутри Армении по итогам войны и добиться максимума от Армении. Теперь смотрите, что получается. Зангизор, Сюник, это суверенная территория Армении, и никто не праве отчуждать. Это будет нарушением международных прав. Но после международного права теперь многие государства нарушают до сих пор, сама Турция оккупирует, до сих пор держит под оккупацией часть Евросоюза, Северный Кипр, и делает то, что хочет на территории Сувеново, Сувеносии. Теперь расстановка очень опасная, потому что здесь мы можем оказаться в полной изоляции, если будет некое сопоставление интересов России, Турции, Азербайджан. Мы помним, что такое было сто лет назад. Большевистская Россия с привлечением красных аскеров, которые за ночь стали аскерами, головорезы стали просто большевиками, великими идеями о мировом господстве, равенстве, пролетариата и так далее. За одну ночь решили прорубить это окно между будущей и вожеланой красной Турцией, Мустафа Кемал тогда еще обещал, что они станут тоже коммунистическими, потому что им нужна помощь, золото и оружие, чтобы разделаться с Армении, с Грецией и вывести войска союзнических государств из Константинополя. Что они добились. Потом они стали извините, извини, брат, мы уже не коммунисты. И всех турецких коммунистов выбросили в Черное море. Теперь возвращаясь к событиям столетней давности, да, это опасная стыковка и мы должны во что бы ни стало предпримить деятельные шаги, чтобы под никаким предлогом ни на какие-никакие ссылки на подписанные недавно соглашения не стали основой и причиной, чтобы на нашей территории, за счет наших территорий установились некие союзнические отношения. То есть эту территорию не превратили в мелочь для получения определенных геополитических привилегий. Теперь, если вы задаете вопрос, об этом многие не говорят, то есть абсолютно не говорят, а в чем ценность этого коридора для Турции и Азербайджана? Все думают, что это пантюркизм, прямая связь, центральную Азию, а что, Россия не понимает, что это тоже опасно? Но там другой момент, о котором не догадываются даже. Ведь прямой коридор без досмотра и без ничего между Турцией и Азербайджаном это хороший повод для налаживания бесконтрольного трафика наркотиков из Афганистана, Пакистана, Центральной Азии, через Каспий и Золотого Треугольника, так называемый. Об этом я писал и в своей диссертации, которую, условно говоря, Национальной Академии решили завалить еще в 2012 году. Это многомиллиардный доллар прибыли. Этот наркотрафик уже давно налажен. То есть обход территории Ирана в условиях падения цены на нефть, нефть уже не приносит прибыли. Естественно, Алиев должен стремиться каким образом захватить условно, во сне или как-то, потому что это дополнительные деньги для экономики Азербайджана, которые держатся только на нефтяной игле. И бесконтрольный наркотрафик использует территорию Армении это страшно. Многие об этом не догадываются, но это больше приносит прибыли, ниже, скажем, транспортные перевозки через Армения, из Турции, в Азербайджан и в обратную сторону. И в конце хотелось бы поговорить про благотворительные проекты фонда Гюмрии 2025, учредителем которого вы являетесь. Знаем, что на днях открылась выставка Армянка, с чем мы вас поздравляем. Спасибо. Можете подробнее рассказать о намечающихся проектах? Это я называю проекты мирный атом, чтобы люди успокоили, что я их оставлю в спокойствии, не буду теребить. С указанием на коррупционные схемы, которые имели место за последние 9 лет вокруг Цетернакоберта, я решил использовать атом в мирных целях. То есть передислоцировался в Гюмею, в родной мой город и благодаря кредиту купил для автономности четыре исторических дома Александропольской эпохи конец 19 века, вторая половина 19 века. И на основе вот этого первый музей уже реальность. Это музей, где были сняты известные кадры очень известного фильма «Танго нашего детства». И многим ереванцам это тоже понравилось, местам тоже люди за месяц у нас было полтора тысячи посетителей. Это довольно внушительная цифра. Я думаю, что уже сезон начинается, уже проявляется интерес. Но это не единственный музей в нашем проекте. У нас, кстати, не только музей, но и издательская деятельность тоже в повестке. Недавно мы выпустили книгу «Гюмри» «Вернакуляр» «Черного туфа», Андрея Иванова, московского архитектора-урбаниста. Люди закупили просто «Гюмри» для презентации в Ереване. Это страшно интересная книга, как со стороны смотрят на наш любимый город «Гюмри». «Гюмри». Через два месяца мы закончим работы, но над клубом 1887, это Александропольский клуб с элементами английского клуба, на основе здания, хорошо сохранившихся и внешней и внутренней, мы делаем отдельное помещение для особых мероприятий и цокольный этаж будем использовать для организации музея национальных символов Армении. В повестке еще и музей фотографического искусства, армянского фотографического искусства и на базе другого здания будет создан парк советского периода. То есть мы воссоздаем советский быт, советскую эпоху, советскую пропаганду, музыку и все-все-все, игрушки и будет интересно совершить ностальгические туры, перерислоцироваться, перенестись 40-50 лет назад и заново ощутить те ощущения, которые были в детстве или в отрочестве. Айкону Шаванович, большое спасибо за интересное интервью. Пожалуйста. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова